В ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 280, главным событием которого будет схватка Ислама Махачева и Чарльза Оливейры. Бой представляет большой интерес, потому как на кону пояс чемпиона в легком весе. В сегодняшнем видео мы расскажем вам все подробности про ожидаемый бой и поделимся нашими мыслями и прогнозами. Вы на канале ВКлетке и приятного просмотра! Дорогие подписчики ВКлетке! Хотите стильно одеваться, но при этом не переплачивать? Тогда рекомендуем вам годный магазин кроссовок и одежды Hustle.RF. В наличии более 3000 кроссовок, редкие и эксклюзивные модели, которые вы не увидите в обычных магазинах, уже вас ждут. А материал и качество не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно легко проверить. У Hustle есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если вам товар не подошел, его можно запросто вернуть. А только для наших подписчиков действует промокод ВКлетке, дающий скидку 30%. Не переплачивайте в других магазинах и покупайте стильные вещи и кроссовки. Только на Hustle.RF. По доступным ценам переходите по ссылке в описании и убедитесь сами. Не забудьте, промокод поможет вам сэкономить. Весной этого года прошел бой Чарльза Оливейры против Джастина Гэджи, в котором Чарльз должен был защитить свой статус чемпиона легкого веса. Но бразилец провалил взвешивание. Всего лишь на 200 грамм. И был лишен титула. Хотя бой все же состоялся. Разъяренный провалом на взвешивании Оливейра задушил опытного и сильного соперника уже в первом раунде. Будет ли сдаваться Гейджи? Он скорее предпочтет сон. Гейджи не верит, что это происходит. Все! Все! Де Юре Чарльз больше не удерживает пояс. Но де-факто он остался непобежденным. Но по правилам пояс вакантный. И долго он таким оставаться не будет. Поэтому совсем скоро мы увидим новый титульный бой Оливейры с россиянином Исламом Махачевым. И это очень серьезный соперник. На счету Ислама 22 победы. И всего лишь одно поражение. А его ментором и тренером является сам непобежденный Хабиб Нурмагомедов. Как и его ментор, в свое время Махачев показывает прекрасные результаты как в стойке, так и в партере. Но и Чарльз Оливейра не лыком шит. Хотя за свое время в UFC он проиграл. Немного, немало. Восемь раз. Последнее из поражений случилось в уже несколько далеком 2017 году. С тех пор карьера Оливейры пошла на сильный подъем. Он успел завоевать титул чемпиона и выиграл в 11 боях подряд. В каждом из которых он показывал абсолютную доминацию. Но Ислам уверен, что знает в чем состоит главная ошибка всех недавних соперников бразильца. В интервью «Шаг ММА» российский боец рассказал следующее. Честно говоря, каждый из его последних оппонентов пытался его нокаутировать. И все они могли его уронить. Но никто не пытался финишировать его на полу. Потому что все эти ребята боятся его навыков грэплинга. В бою со мной его удивит моя сила и мои навыки борьбы. И я буду готов ко всему. Не имеет значения, борьба это или стойка. Все, знаете, из последних оппонентов пытаются бросить его. Но Чарльзу тоже уверенности не занимать. Недавно он давал интервью изданию «Спорт Экспресс», в котором заявил, что он не сомневается в силе своего удара. И если попадет по Махачеву, то тот упадет. Более того, бразилец заявил, что намерен нокаутировать Ислама в первом раунде. Как видите поединок 22 октября? Я нокаутирую Ислама в первом раунде. Очень громкие слова. Особенно учитывая, что согласно мнению аналитиков, Чарльз является андердогом этого противостояния. Вероятность победы бразильца оценивают лишь в 39%. И это в принципе не удивляет. Учитывая, что на его счету 23 боя с серьезными противниками, из которых всего один он проиграл. И учитывая славу его тренера, имя Хабиба Нурмагомедова еще долгое время останется в памяти спортсменов и фанатов ММА. Но вот вопрос. Обладает ли Ислам Махачев таким же железным подбородком, как Хабиб? Как показывает единственное поражение от Махачева, скорее всего нет. В отличии от своего ментора. Ислам вполне может упасть от удачного удара в подбородок. Но также стоит отметить, что существует вероятность того, что кто-то из бойцов не сможет пройти взвешивание. Как это было в крайнем бою Оливейры. Уже из-за этого напрашиваются опасения. Но проблемы с весом могут случиться и у Махачева. В начале месяца он рассказывал, что весит аж 80 килограмм, что почти на 10 килограмм выше необходимой отметки в 73 килограмма. Но надеемся, что с таким наставником, как Хабиб, Ислам так и справится с весогонкой. Ведь сам Хабиб бывало гонял и по 18 килограмм. Но все же, если вдруг кто-то из бойцов не сделает вес, то это неприятные новости не только для ожидающих бой фанатов, но и для оставшегося бойца. Ведь ему придется драться с Алексом Волкановски, который стал запасным бойцом для главного события этого турнира. Этот парень из Австралии считается лучшим бойцом UFC, вне зависимости от весовой категории. И в полулегкий дивизион он буквально зачистил так, что драться больше не с кем. Волкановский очень силен в партере, обладает большим опытом, а в стойке недавно перебил самого корейского зомби. Поэтому в его опасности нет сомнений. Все же будем надеяться, что оба бойца смогут сделать вес, потому что противостояние намечается крайне интересное. Фаворитом пока является Ислам Махачев, но бразилица Ливейра имеет все шансы на то, чтобы удивить всех и завоевать победу. Одним из своих знаменитых тяжелых ударов. А как вы думаете, кто из бойцов выйдет из октагона с поясом чемпиона? Пишите свои мысли в комментариях и не забывайте поддержать нас лайком и подпиской. А мы продолжим держать вас в курсе всех событий из мира ММА. С вами был канал ВКлетке. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова